Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Вторая его часть бизнес-класс. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Сегодня замечательная тема. Назвали мы ее так. Телемедицина. Телемедицина. Доходный бизнес и реальная помощь. В студии бизнес-класса Алексей Тоскин, генеральный директор Т-Системс. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Олег. Медицина. По телевизору, кстати, это ваш вариант за эфиром. Вы предложили. Это совсем не так, да? Да, это не совсем так, потому что если вам просто покажут по телевизору медицину, наверное, вот это здоровье. Это будет сериал, кстати. Это будет сериал. Да, у нас есть такое, кстати. Медицинский, да. Не один, не один. Вот. На самом деле, если говорить просто, то это возможность удаленного снятия неких параметров здоровья пациента. Дальше сбор этой информации, возможность ее анализа и на основании этой самой информации определенная реакция. Плюс возможность интерактивного общения с пациентом через телефон, через специальный экран. Врач может пообщаться, может дать какие-то рекомендации. Вот если так в общем и целом, это так. Развивая эту тему, в принципе, мы решили начать с трех направлений. И сейчас, наверное, поймете почему. Это кардиология, это диабет и это педиатрия, ну, ведение беременности. Понятно, что во всех этих трех направлениях, ну, человек постоянно может нуждаться в каком-то совете, постоянно нуждаться в какой-то проверке, в какой-то там, в какой-то диагностике. То есть его, по большому счету, надо постоянно мониторить, что называется, да? Да, потому что... Человек должен, например, если на кардиологии остановиться, то раз в день, как минимум, человек должен, ну, если позволяют ему физические кондиции, снять сам себе показания, и они автоматически куда-то отправятся. Кстати, этот человек, у него проблемы с сердцем какие-то, это может быть любой человек. Вот это тоже интересный вопрос. Конечно, при хронических заболеваниях понятно, что человеку это надо, да? Но так или иначе, все-таки человек должен для себя решить, что ему надо, там, проследить за своим сердцем. Совершенно верно. Причем любой человек уже теперь, да? Что-то, наверное, его к этому подвинуло. Конечно. Причем здесь тоже интересный момент, потому что, ну, это не просто, там, удаленная передача кардиограммы. У нас особенность организма следующая. То есть вы умом реагируете на проблему значительно позже, чем по датчикам это скажет сам организм. Соответственно, если вы делаете сами себе кардиограмму, данные пошли в центр. Алексей, вот извините, я перебью, а вот по поводу умом, вот когда что-то заболело, это я умом понимаю. Это уже поздновато. Умом понимает. Это поздновато. Ну, а если говорить о сердце, да, если такое стандартное отношение, закололо сердце или там что-то защемило сердце, Ну, это не только в результате каких-то любовных, да, так сказать, перипетий, а бывает это и физическое недомогание. Ну, вот лучше бы за день до этого вы бы себе сделали кардиограммку, и вам бы уже попросили таблеточку. То есть за день до этого, пока у меня еще не закололо, не защемило, уже это можно было определить. Да, да, да. Так устроен человек. То есть организм быстрее дает знать, чем мозг говорит, что у него проблемы. Да, да. А вот то, что я почувствовал боли, это как раз мозг, то есть запоздание. Да, 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 да. Это тоже, кстати, довольно-таки интересная тема, потому что здесь как раз и появляется преимущество. Вы к врачу пошли бы через день, и вам уже нужно, скажем, серьезное вмешательство. А так за день вам надо выписать там одну таблеточку, и у вас там расширились сосуды, и все хорошо. Да, да. И не доводить уже, да, вот до этого. Это тоже плюс. И даже если на статистику посмотреть, на самом деле, конечно, она грустная, но тем не менее. То есть 30% ухода людей в мир иной – это сердечно-сосудистые заболевания вообще в мире. Ну, это, кстати, это последствия, ну, я не знаю, там, экологии, это болезнь нынешнего времени все же, ну, какого-то там, 10, 20, 50. Знаете, если посмотреть просто на статистику, ситуация становится лучше. Это означает, что уровень развития медицины опережает уровень, там, ухудшения экологии. Да, да, да. Особенно в Европе. Но здесь проблема в том, что, например, если сравнить нас с Европой, то в России этот показатель, ну, как минимум, в два раза выше. И он подавляющий. То есть порядка 60% смертей – это сердечно-сосудистые заболевания. Почему, собственно говоря, с этого там и решили начать. Потому что тема важная, нужная. То есть причина, да, вот этого превалирующего, да, я бы сказал, так сказать, наступления, да, сердечно-сосудистых заболеваний, она, она… Ну, как же, оно по чуть-чуть все складывается. Вы что-то скушали, вы где-то понервничали. Все это в конечном итоге… Все накапливается, ну, как бы мы… А, кстати, вы говорите, в Европе, ну, в частности, я думаю, что если Штаты взять, наверное, тоже картина такая же. В Европе гораздо лучше. Гораздо лучше почему? Что там именно медицины… Там профилактика лучше. Впереди, да, или там люди просто… Ну, там даже акцент в медицине смещен на профилактику. Поэтому вещи, которых можно избежать, там с очень большой вероятностью избегаются. А у нас на лечение, потому что, к сожалению, не было возможности продиагностировать и избежать. Я вспоминаю, кто-то, то ли из моих гостей, то ли из знакомых, стоматолог. Вот он сетовал на то, что в Германии уже нечего делать стоматологу. Потому что у людей зубы не болят не потому, что у них железные в Европе, а потому что именно профилактика не доводит до того, что… Но зубы, тем не менее, ездят лечить в Россию все-таки из Германии, потому что это дешевле… Это гораздо дешевле. Может быть, кстати, поэтому все завуалировано. Вот, так что… Ну, вернемся. Итак, у нас три направления, как вы сказали. Это кардиология, это… Педиатрия в смысле ведения беременности и диабет. И диабет. Ну, кардиология, понятно, да? Это такая глобальная история. Да, здесь специальное оборудование, потому что, ну, основные параметры – это кардиограмма и давление. В зависимости от модели, ну, в идеальном варианте, пациенту домой или в том месте, где он находится, приносит чемоданчик определенный. Там есть ряд приборов. И у него есть некий график, там, в течение дня он должен себе давление померить, он должен себе кардиограмму снять. И, в принципе, дольше, больше о чем, ни о чем может не заботиться. Если что-то не так, с ним тут же свяжутся. А, интересно, информация из этого черного чемоданчика или какого он цвета? Ну, он такой симпатичный, такой голубенький чемоданчик, в нем много там всего лежит. И вот это все, оно, ну, как любой мобильный телефон, подсоединено в сеть и уходит. То есть, в принципе, для того, чтобы это работало, нужен просто, чтобы в этом месте работал мобильный телефон. Естественно, вот в каком-нибудь удаленном районе… Кстати, вот, и опять, да, надо сравнивать с Европой или еще с кем-нибудь. У нас много уголков, да, где мобильный телефон недоступен. Ну, здесь, конечно, будет проблема, потому что, если он, ну, как бы в Европе, к счастью, наверное, для Европы, для них, да, к сожалению, для них, практически в любом месте у вас будет совершенно нормально работать не просто мобильная связь, а вы еще будете изображение видеть. То есть, вы можете с доктором пообщаться и его увидеть. У нас, в лучшем случае, работает мобильный телефон, и вы сможете что-то передать. Тем не менее, все равно есть такая возможность, потому что представьте нашу территорию, представьте удаленные пункты, да, и там, собственно говоря, человек может себе сделать какой-то анализ кардиограммы, эти данные уйдут, и, как бы, ему не надо ехать куда-то, там, не знаю, условно, в райцентр. Алексей, а дальше? А дальше как события развиваются? Дальше события развиваются следующие моменты. Если ему надо ехать в райцентр. Тогда за ним, так, в идеале должны прислать УАЗик, если ему надо ехать в райцентр. Вертолет. Ну, или вертолет, да, в зависимости от местности. Дальше это все накапливается, и там сначала первый уровень отрабатывается, ну, скажем так, автоматически. Есть специальные программы, которые по сочетанию этих параметров определяют вообще, есть тема для беспокойства. То есть пока еще... Человека нет пока, человека пока нет. То есть эксперта медицинского пока нет. Данные собрали, накопили, проанализировали, и дальше он либо просто приходит и смотрит, эксперт без всякого сигнала просто решил посмотреть, как там его пациент отрабатывает. Либо система начинает попискивать и говорит, вот здесь что-то сочетание не очень, посмотрите. И здесь там возникает второй плюс. При таком подходе вот с этой самой телемедициной один врач совершенно спокойно в день до 100 пациентов отработать может. Вот без разговоров именно анализируя данные, потому что система помогает. Конечно, потом, если, не дай бог, в случае серьезной, нужна госпитализация, ну, завязывается нормальный процесс. Но вот очень много усилий, которые тратят, чтобы человек решил, надо ему или нет, идти в поликлинику, дошел до поликлиники, в очереди. Просто если представить, да, 100 человек в очереди, попробуй их за один день. Конечно, это немножко другое, да. То есть здесь, конечно, очевидный плюс, и как для самого человека, так и для государства. Потому что, опять же, вот Всемирная организация здравоохранения, она же постоянно какие-то мониторинги, анализы проводит. Вот он, например, посчитал, что в 2005 году Российская Федерация потеряла 11 миллиардов национального дохода от хронических болезней. Причем не от всех, а именно сердечно-сосудистый и диабет. 11 миллиардов. За это деньги можно было серьезную систему построить. Конечно. И дальше они нам говорят, ребята, если у вас так все будет продолжаться, 300 миллиардов долларов в следующие 10 лет вы потеряете. Так что это реальные деньги. Нет, это очень серьезно. Единственное, что они это говорят в рекомендательном, я бы сказал. Конечно, ну, конечно. Нет, ясно, что здесь есть определенные степени погрешности, как это вычислялось все. Но, тем не менее, факт есть факт. Главное, чтобы задумались те, кому нужно в этой ситуации задуматься. Алексей, спасибо. Мы прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Алексей Тоскин, генеральный директор Т-Системс. Говорим мы на тему телемедицины доходного бизнеса. И, мне кажется, что не менее важно, а может даже и более важно, реальной помощи реальным людям живым. Телефон студии, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте Алексею свои вопросы. Итак, продолжим. Значит, о Всемирной организации здравоохранения. О таких достаточно неутешительных цифрах мы заговорили. И как отреагировали на это те, кому должно. Да, реакция, к счастью, есть. Если зайти на сайт официальной здравоохранения Росминздрав, там есть федеральная программа здравоохранения 2013-2018 годов. И там впрямую прямо написано, что нужно формировать систему медицинской помощи с использованием дистанционного мониторинга, создание информационного пространства телемедицины, предоставление возможности удаленного мониторинга здоровья граждан. Так что идея хорошая, идея правильная, потому что, как вы совершенно правильно сказали, основной потребитель этой услуги и самая заинтересованная сущность, ну, наверное, не лицо, а сущность, все-таки это государство. Конечно, конечно. Так что, в принципе, государство на эту тему озаботилось, оно, естественно, всю эту статистику знает. Ну, хорошо, вот тем не менее, да, вы прочли, понятно, что государство отреагировало, озаботилось оно, не озаботилось. Сейчас мы об этом, наверное, пока не узнаем, не знаем еще, но отреагировало. А далее, каких шагов ждать от соответствующих органов? Они, ну, я не знаю, там, какую-то государственную программу по этому поводу, да, выделить деньги, распределить их опять, там, между кем-то, клич бросить, там, ребята, давайте все в телемедицину. Ну, разумно было бы, конечно, ожидать какого-то, как сейчас принято, тендера на какое-то создание какой-то системы. Пока такого не было. Мы, с своей стороны, начали уже работы с коммерческими организациями, с партнерами, которые либо в рамках группы, либо еще как-то имеют отношение к медицине. Они решили так аккуратно попробовать этот бизнес вложиться, потому что здесь ситуация, как в любом бизнесе. Тот, кто первый начал и завоевал определенные позиции, потом имеет определенные преимущества. Безусловно, да. Ну, либо, да, если не пошло, он и погорел. Ну, он и погорел, но, с другой стороны, хорошо, что уже шишки набили и в Европе, и в Штатах, поэтому, собственно, понятно. Есть, на что ориентироваться. Кстати, вот технологии, о которых вы говорите, которые вы уже используете, это пока что заемные, да, заимствованные технологии? Да, там ничего, ну, кроме вот этого чемоданчика замечательного, там ничего такого заимствованного-то нет, потому что кроме него нужна просто телекоммуникация и все. То есть, три составляющие. Нужно некое оборудование. Оно есть. Да, пока оно заемное, но, в принципе, наладить его производство в России тоже ничего такого. Ну, и там ничего субстанного, да? Там датчики, датчики, приборы, и каждый прибор имеет возможность передачи там по мобильному каналу. То есть, по сути, то, что мы видим в обычном медицинском кабинете, да, это такой дистанционный его вариант. Ну, то есть, смартфон во многих случаях круче, чем вот эти приборы. Следующая тема, это, собственно, телекоммуникация и все, что связано с передачей данных. У нас технологии находятся на достаточно приемлемом уровне, чтобы обеспечивать. И третья составляющая, это медицинская экспертиза, которая тоже там в некоторых местах... То есть, это участие врачей непосредственно, да? Да, да, да. Я считаю, что все три составляющие у нас есть, поэтому ничего такого там завозить ниоткуда не надо. Ясно, что начинать лучше на проверенных образцах с тем же оборудованием, а потом, если это действительно примет характер федеральной программы, наладить это все довольно-таки быстро. Ну, то есть, я пытаюсь понять, да, вот для того, чтобы действительно в этом направлении пошло движение, да, от кого это зависит, да, что должно произойти. Должны быть энтузиасты, да, на рынке, которые говорят, ребята, давайте я попробую. Сейчас получилось так, что, как всегда, нужны энтузиасты. Ну, в России вообще нужен человек, нужен персонал, да. Толкнет который, да, да, совершенно верно. Нужен герой, так сказать. Вот героев мы сейчас пытаемся найти, вроде бы мы там уже близки к их нахождению, чтобы действительно сделать пример. И с этим примером попробовать пойти в те же самые госструктуры, сказать, смотрите, вот смотрите, оно работает. Да, да, более того, вот этот вот федеральный, да, показать, ребят. Да, мы в соответствии с, да, все, как бы, вот, я надеюсь, что это единственный правильный путь, потому что может быть некая растерянность у официальных там, потому что, ну, что с этим, что-то большое и чистое, что с этим делать. Если каждому дать смартфон, он уже будет, так сказать, в едином информационном пространстве, но не всегда он скажет, что у него болит. Поэтому здесь вопрос. Вот поэтому мы решили по этому пути развиваться, я думаю, что будет довольно быстро прогрессировать. Ну, я не знаю, вы, наверное, помните, я тоже там, сколько лет назад мобильный телефон был редкостью, да? Безусловно, да, да, да. Это же все настолько вот... Более того, он был не просто редкостью, он был приметом вожделения многих и предметом гордости единиц. Нам в немецкой компании выдали Нокио с выдвижной антенны, это была вершина вообще. Можно было ходить вот так вот, да, вытянув руку и показывать, как я крут. А буквально за несколько лет, так что я думаю, что здесь будет довольно быстрый прогресс, поэтому сильно на это надеемся. Да, и потом, ну, понятно, что, да, это нужно, это просто нужно, вот... Да, это нужно, и тут аспект, как бы связанный с финансированием этого дела. Если мы посмотрим на Европу, ну, в большинстве случаев это все-таки государство. Может быть, это через медицинское страхование в основном, через те налоги, которые люди платят с... Вот у нас это обязательно медицинское страхование, пенсионные дела, потому что, в принципе, конечно, вот отдельно взятому частному бизнесу, ну, тяжело поднять. Конечно, конечно. Либо нужны инвесторы, да, серьезные инвесторы. И здесь плюс в том, что можно разделить технологическую часть и медицинскую. Например, взять вот и обеспечить все вот это хранение, обработку, предоставление информации, а потом даже мелкие клиники могут подцепляться и просто как сервис это использовать. В принципе, вот этот путь, который нам больше всего нравится, если это действительно... То есть это некий такой сервер будет, да, единая база данных, а вы... Ну, мы же дочка Deutsche Telekom, в принципе, T-Systems, поэтому, например, в той же самой Германии Deutsche Telekom ровно так и делает. Он на своих дата-центрах ставит оборудование, есть программное обеспечение, разработанное его же дочкой. А дальше поликлиники, клиники, травмпункты, кто угодно к этому делу подцепляются, используют. А у них уже есть их медицинская экспертиза, а технологию им обеспечивают. Ну, модная сейчас тема облака, да, вы откуда-то что-то получаете, что вам надо, и не знаете вообще откуда. Вы не заморачивайте, вам-то зачем это, правильно? То есть вы это просто используете. Используете, да. Кстати, это будет платно для участников рынка, ну, если так можно... Ну, зависит, опять же, там схем-то много разных. То есть государство в любом случае это может закрыть все, да, вот эту составляющую. Почему бы не... И должно даже наверняка. Я говорю, основной инвестор, если его так можно назвать, основной источник финансирования, все-таки государство. Потому что вот те цифры, которые мы с вами обсуждали, они, собственно, подвигают к этому. Сами, да, говорят сами за себя, согласен, согласен. Давайте вернемся к трем направлениям. Итак, безусловно, да, первое, наверное, учитывая высокую смертность, это... Радиология. Радиология, да. Дальше проблемы диабета, ну и... Диабет, да, он, собственно говоря, там, что называется, оборудование попроще, потому что надо там замеры крови брать, но, опять же, ну, анализатор обычный, это сейчас тоже не что-то редкое. Проанализирую анализ крови на сахар. Прочее, но все равно там тоже, опять же, велика цена времени. То есть чем быстрее вы это заметили, тем без болезней для вас пройдет там либо прием препарата, либо... И опять же, если вы вдруг, не дай бог, что-то забыли принять, тоже автоматически вам в этом напомнят. Вам позвонят и скажут, что что же вы делаете, у вас там повысился уровень. Вот. У диабетиков, может быть, есть периодичность какая-то, да? Есть, да, но они иногда это забывают, иногда там, не знаю, не дай бог, там препарат некачественный окажется, еще что-то. И вот этим постоянным мониторингом все-таки в... А если человек еще там... Еще один интересный момент, на самом деле, вот так считается, что если человек, ну, ну, не то, что прямо совсем болен, но имеет какое-то заболевание, он себя ограничивает там в подвижности, куда-то там отдыхать не ездит. А здесь вы получаетесь все время под присмотром. Это тоже интересно, да, вот вы там, условно говоря, где-то на пляже в теньке лежите, да? То есть вы имеете возможность, да, не ограничивать себя. То есть вы фактически в той же поликлинике, только в любой точке мира находитесь, что тоже интересно. Конечно, конечно, да. Сам этот факт, да, он... То есть вы себя чувствуете, вот европейцы тоже любят себя как бы не чувствовать как-то ограниченными в чем-то, да? Да, вот здесь вот как раз тот самый случай, когда вы можете спокойно... Ограничения никакие. Да. Поэтому диабет, ну, там, что называется, с точки зрения техники все даже проще, анализов меньше, но суть ровно такая же. Предупреждение, просмотр уровня, надо или не надо обращаться к врачу, там же можно приходить с определенной периодичностью для осмотра, можно не приходить, да, в зависимости от того. Ну и третья тема, это педиатрия, это вообще национальная проблема, так сказать, увеличение рождаемости, это же наше все. Здесь вообще забавное решение мы сделали, ну, кроме, опять же, медицинской такой части, мы сделали возможность по популярному ныне скайпу общаться с врачом. Вот если у вас там, вы можете с врачом по скайпу поговорить, если вдруг надо. Ну, там тоже, правда, надо записаться. Но вы сделали это исключительно для будущих мам, да? В этом есть... Да, да, да. То есть, нет, там есть запись, вы записываетесь к своему доктору, только в это время вы включаете скайп, а не идете в поликлинику, и вы ему рассказываете, что у вас там было не так. Потому что, как выясняется, кроме медицинских показаний, психологический аспект... Да, очевиден. ...в этом направлении он очень силен. Иногда просто пообщаться с врачом. Да, он очень силен. Алексей, спасибо, мы сейчас прервемся, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Сегодня темой бизнес-класса мы назвали телемедицину, доходный бизнес или реальная помощь. В гостях у меня Алексей Тоскин, генеральный директор Т-Системс. И напомню еще раз, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю по поводу телемедицины. Продолжим мы разговор. Итак, третье направление, ну, по крайней мере, сейчас активно используется телемедицина, это направление... Ну, педиатрия, можно так назвать. Введение беременности. Это, как мы уже говорили, важная тема во всех отношениях. И вот на чем мы закончили, что здесь психологический аспект. Очень важный. Он очень силен, поэтому вот это видеообщение, это в некоторых случаях даже важнее, чем таблетки или какие-то там препараты. Но суть ровно та же самая. Человек, где бы он ни находился, должен регулярно выполнить некие действия, снять некие показатели. И они... Дальше он об этом забывает. Если у него все хорошо, он об этом и не вспоминает. А если вдруг что-то не так, с ним связываются, он получает там, не знаю, смс-ку, звонок, там, телевызов, что либо надо в госпиталь, либо к нему просто приезжает, не дай бог, там, скорая помощь, если что-то совсем плохо. Вот по этой схеме работают. Его ведут, что называется. Да. А если начать с первого шага, вот этот шаг какой? Я, являясь, не знаю, там, клиентом, пациентом, какой-то поликлиники, да, 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 прихожу туда, у меня есть карточка, и теперь мне еще, помимо этой карточки, дают возможность участвовать в этом проекте, да, чемоданчик этот выдают, либо там еще какую-то... Либо вы, там, страховка у вас медицинская, в эту страховку входит это, либо вы, там, не знаю, там, опять же, принесли операцию или какое-то было, после этого вы из больницы выписываетесь, потому что одна из основных целей, ну, что занимать стационар, а человеку некомфортно и, как бы, экономически не очень хорошо. Если его нормализовали с точки зрения состояния, дальше главное его действительно мониторить, как Минздрав нам и советует. Его, соответственно, снабжают соответствующим оборудованием, дают инструкцию, он спокойно идет домой, где, там, в кругу семьи, в комфортной обстановке он находится. Это, во-первых, опять же, ну, все-таки лучше быть дома, чем в больнице. Психологически, конечно, это поддерживает. Опять же, человек сам себя этим лечит, ну, и медицинское учреждение тоже, вот мы уже говорили о том, что один доктор, там, до 100 пациентов может мониторить. Плюс расширение количества пациентов, более эффективно использовать стационары действительно под людей, которые, там, не могут без него обойтись. Соответственно, это экономическую сторону тоже так. А, кстати, в стационаре такая технология не используется? Можно, но зачем? Ну, в принципе-то, так, по большому счету, только с меньшим расстоянием, когда человек лежит, там, весь в проводах, это почти то же самое, только вместо того, чтобы летать по воздуху, оно, там, по проводам передается. Так что здесь всё. Ну, то есть, другими словами, да, любой человек может к этой программе подключиться, да, для этого никаких не нужно дополнительных. Больше зависит от клиники, да, больше зависит от клиники, и более того, вот во всех, там, нормальных случаях он не платит что-то сам дополнительное. Это либо входит в его медицинскую страховку, да, либо ему клиника это предоставляет. То есть, человек не должен, потому что, ну, как, нет денег на вашем абонентском счёте, поэтому, так сказать... Абонент недоступен, да? Никакой кардиограммы вам не будет. Абонент недоступен, да, страшные речи, конечно, такие, не дай бог. Да, ещё один момент, каждый может, да, зависит от клиники. От клиники, от клиники, зависит от клиники, от условий страховки. По большому счёту, это действительно, чем ши, тут же эффект массовости, он работает на 100%. Чем больше людей в это увлечены, тем лучше клиники, тем дешевле для клиники. Дешевле на круг, это да. Потому что там все показатели коммерчески рассчитываются от числа пациентов, в конце концов. Мы прикидывали, ну, конечно, идеальный вариант, там, порядка 10 тысяч пациентов за два года, можно говорить, уже о каких-то финансовых возвратах. Естественно, что лучше начинать с чего-нибудь большого, не знаю, там, клиника РЖД или там, в Газпром большая медицинская сеть. Ну, это было бы, наверное, идеально, потому что они бы потом могли предоставлять сервис не только технологический, но и медицинский тоже. А, кстати, опять возвращаясь, да, к нашему предыдущему разговору, вы говорите, значит, государство принимает в этом участие, ну, там, каким-то тендером, может быть, да, так сказать, предлагает, да, бизнесменам, собственно, поучаствовать в этом делу. Вот выбор, выбор партнёра, да, государственная поликлиника, либо частная поликлиника, это от кого будет зависеть? Ну, здесь, конечно, вопрос, какой тендер объявится, это сейчас пока наше желание, да, пока никаких там особо таких интересных, да, тендеров в этом направлении не было. Хотя, тем не менее, если почитать внимательно эту самую программу развития, то чуть ли не в этом декабре уже какое-то единое информационное пространство должно создаваться. Может быть, оно и создаётся. Ну, если вы об этом не знаете, то вряд ли оно создаётся. Ну, скорее всего, да, скорее всего, да. Поэтому, а дальше создаётся, ну, опять же, если мы говорим о том, что есть аспект технологический, есть аспект медицинский, то, скорее всего, будут создаваться какие-то такие совместные команды, где технологи, вот как мы, например, да, будут объединяться с теми, кто хорош в отраслях медицины и, там, эту услугу пытаться... Ну, а вы сами, как одна из звеньев этой цепочки, можете инициативу проявить? Ну, что мы сейчас и делаем? Ну, мы для того, чтобы выйти на те же государственные органы, мы вот сейчас действительно хотим сделать пилотный проект, если получится, с коммерческой организацией, и поэтому... С ней проще, с ней проще договориться. С ней проще, и они готовы, если будут вложить деньги, это понятные, опять же, эффекты для них тоже. Они будут, там, участниками этого проекта. Вот, потому что хочется что-то показать работающее, потому что все скажут, ну, мало ли, что там в Германии работает, да, ну, оно же должно и у нас как-то... А в Германии, кстати, долго уже это работает? С конца 2011 года запустили, ну, примеров довольно много, и они разные. Есть там травмпункт, который своему... попал, не дай бог, человек к ним, они ему дают с собой, там, приборчик такой, чтобы он по этому приборчику с ними общался, если у него травма. Есть по диабету госпиталь, но в основном кардиология, конечно. Это их... ну, опять же, вот, страна такая, но она неплохо живет, на самом деле, но тоже, что называется, не Соединенные Штаты. Вот в той же Хорватии, например, несколько клиник, несколько госпиталей тоже этой программой пользуются и не жалуются. В Германии довольно много, в Австрии есть. И разное количество пациентов, опять же, есть маленькие клиники. То есть здесь немножечко по технологии, наверное, надо поговорить, потому что не исключен вариант, когда, вот, например, кто-то технологически обеспечивает, как мы с вами говорили, вот, хранение и использование этих данных, а дальше клиники как в облако подцепляются. И поэтому есть примеры, когда клиника на 100 пациентов тоже получает определенный экономический эффект, поскольку им за это платят страховщики, страховщикам за это, соответственно, частично платит государство. Ну, в общем, цепочка там выстроена. В этом плане... Это пример небольшой, да, я так понимаю, клиники на 100 пациентов? Есть большие госпитали, есть по 10-15 тысяч пациентов, там они сами себе заводят, то есть там они облаками не пользуются, у них свой вычислительный центр, у них все свое, что называется. Они даже планируют просто еще кому-то предоставлять эти услуги потом, да. То есть схемы, на самом деле, очень много, даже с тем же оборудованием. Можно персонально человеку дать оборудование, можно дать ему упрощенный вариант оборудования, соответственно, там функции будут немножко ограничены. Можно сделать, например, для той же сельской местности, на поселок дать один чемодан, и там какой-то там фельдшер, да, не очень там высокого образования, но аккуратный и знающий инструкцию, просто обходит людей с этим оборудованием регулярно, и они снимают показания с них. То есть схемы разные совершенно. Варианты очень много. Схемы разные, да, в зависимости от удаленности. А в Европе заговорили с 11-го, правильно я помню? С 11-го года. Да, последний квартал 11-го года была вот первая инсталляция. То есть получается, что это, в принципе, два года прошло. Ну, два года, да, всего лишь два года, с одной стороны, с другой стороны, да, очень положительно воспринято это всеми. Но еще раз повторюсь, там государство очень сильно в это вкладывается, потому что они понимают, что это здоровье тех, кто работает, условно говоря. И, опять же, система страхования, меньше тратится денег на лечение, ну, в общем, масса финансов. Экономия, да, экономия со всех сторон, на самом деле. А в Штатах эта история давно уже работает? В Штатах мы туда увеличены меньше, там свои игроки. Мы тоже с 12-го года туда, но там это было раньше, там, с 10-го, с 9-го. То есть можно говорить, что цивилизованный мир. Причем мы говорим, это вот таких промышленные масштабы, да, потому что, ну, ясно, что у отдельных клиник, технологии связаны, ну, то есть было все, да, то есть там несколько элитных клиник. Ну, мы говорим уже о таком, о массовом использовании. Хорошо. Тогда давайте теперь непосредственно о бизнесе, да, может ли он быть доходным, по идее все-таки? По идее может, как и любой бизнес. И здесь, опять же, важно оказаться, как мы говорили, в правильное время, в правильном месте. Если действительно стоять у стоков и потом организовать это самое облако, и из него обслуживать там мелких, мелкие потребители, мелких клиник. Да. Мы считали, еще раз повторюсь, порядка двух лет на объеме там 10, около 10 тысяч пациентов при сценарии максимальной выдачи оборудования, ну, это может окупиться. Но вещь действительно недешевая. То есть мы сразу можем говорить, что там мы говорим о миллионах евро. То есть проект на 10 тысяч. 10 тысяч пациентов, это много или мало, ну, с точки зрения вот... Ну, вы знаете, это много, потому что вот если взять, ну, немножко разная структура у нас, конечно, вот, учреждения здравоохранения, но в той же Европе есть явно большие клиники, но большая клиника это от 5 до 15 тысяч пациентов, да. А есть мелкие 100 пациентов, тут, ну, называется, от профиля зависит. Они, опять же, это там у нас в поликлинике, когда тебе один врач все вылечит сразу, а там они все-таки не имеют такого широкого образования и лечат свое каждый. Вот видите, явный минус мы нашли сейчас, да, в европейской медицине. Так, значит, о российских условиях, если можно, да, еще давайте два слова скажем. Значит, очевидно, проблемы какие? Я, естественно, абсолютно с вами целиком согласен, то у нас не проблемы наверняка, ну, хотелось бы это верить, да, очевидно, проблемы в профессионализме медиков, да, такой быть не может. Ну, скажем так, я думаю, что проблема-то на самом деле в концентрации профессиональных медиков, а здесь вопрос в том не то, что они непрофессиональные, а вопрос, сколько людей туда идут, сколько готовятся, ну, короче говоря. Туда имеется это куда? Учиться на медиков. Поэтому здесь, собственно, если медик все-таки выучился, потому что уровень образования, ну, опять же, не очень большой специалист в этом, но по всему тем отзывам, которые я слышал, там образование как таковое, медицинское, оно очень даже приличное. Но вопрос в том, сколько выпускается тех, и дальше распределенная география, сколько один может охватить физически. Ну, вот смотрите, опять мы упираемся в географию, я еще раз хотел бы повторить, да, то сомневаться в квалификации наших медицинских сотрудников мы не будем, да, потому что образование на достойном уровне, и, соответственно, профессионалов здесь у нас предостаточно. Далее тоже, наверное, да, ставить под вопрос технологии, наверное, тоже не приходится, потому что ничего там, да, сверху. Ну, опять же, та же самая, как вы видите, география, да, потому что технология-то она в некоторых местах, то есть она есть везде, но работает не везде. Там же вот был федеральный проект, что хотя бы вдоль всех трасс федеральных обеспечить мобильную связь для того, чтобы оперативно реагировать там на аварийные ситуации. Это говорит само за себя, то есть есть места, где нету мобильной связи. И в конечном итоге, да, я опять к чему веду, что, собственно, весь этот набор, да, аргументов, он присутствует. Единственный риск, который в российской действительности может нас сопровождать, это как раз вот географические особенности той или иной местности. Наши плюсы, они наши же и минусы. Они наши же и минусы, да. И, конечно, если смотреть там с другой стороны, кто больше страхуется, да, кто больше платит, там, я имею в виду не обязательно медицинское страхование, а уже коммерческое страхование. Конечно, это большие города, это Москва, Петербург, где там уровень жизни, ну, все мы об этом знаем, чуть выше, зарплаты больше. Соответственно, это тоже тот фактор, который лучше начинать все-таки с таких мест, потому что все-таки удаленные районы, это просто чистая инвестиция. Там вы не за два, там не за пять лет вы это не окупите. Вы просто поможете людям. Но если сбалансировать, получать деньги с тех мест, где они, собственно говоря, водятся и помогать людям там, где они нуждаются, здесь можно. Кстати, вот этот вопрос, ну, я бы сказал такой бизнес-этический, да, или наоборот, вопрос морали. Вот каждый ли бизнесмен готов на такие вещи, что он зарабатывает, ну, понятно, где есть возможность, а потом еще и... Ну, мне кажется, каждый нормальный бизнесмен готов, потому что это бизнес, да, вы не можете везде зарабатывать или везде терять. Согласен. Алексей, спасибо. Еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. В гостях у меня сегодня Алексей Тоскин, генеральный директор Т-Системс. Обсуждаем мы телемедицину, доходный бизнес и реальную помощь. Ну, реальная помощь, наверное, на первом месте все-таки, да, прежде всего, поскольку речь идет и о медицине, вот. Ну и о том, что, действительно, то, о чем Алексей сегодня рассказывает, на мой взгляд, способно, если уж не принципиально, то во многом кардинально изменить картину, да, и в России, и в мире представление экстренной и просто там какой-то текущей медицинской помощи. Поскольку это все-таки бизнес, бизнес должен быть доходным, да, так, иначе он там перестает быть бизнесом. Логично, логично. Кстати, я еще раз напомню, телефон 165-10-99-6, код Москвы-495, сайт компании Финам.ФМ. Начали мы с того, что формулировали, да, вот это название телемедицина, оно откуда появилось-то, телемедицина. Ну, это, скорее, от телекома, это не от телевизора, а именно от передачи чего-то на расстояние. От телекоммуникации. Да, да, да. То есть, телевизор, ну, он оттуда же появился, так сказать, телевизор. Да, да, то есть, вещи созвучные такие. Хорошо. С точки зрения, опять же, вот, инвестирование, финансирование, еще один момент. Опять же, если мы обратимся к аналитике той же Всемирной организации здравоохранения, в принципе, понятно, это всегда легко, откуда взять деньги. Потому что, по их оценкам, если на 2% в год уменьшить смертность от хронических заболеваний, то страна на этом получит 20 миллиардов долларов. Ну, у них, кстати, да, у них вполне, я бы сказал, такая простая, корректная математика, да, в конечном итоге человек, который живет дольше, он работает дольше, он приносит больше, ну, и так далее. И на него меньше задать, потому что он здоров, да, условно говоря, да, он там радуется жизни, вместо того, чтобы занимать койку в стационаре, прошу прощения за... Нет, ну, это правда. Как это не цинично звучит, да, Алексей, да, это правда, никуда от этого не деться. Так что основной инвестор, основной, вот, с нашей точки зрения, мы тоже, мы с европейскими коллегами разговаривали, основное заинтересованное все-таки в этом, это государство, но государство для того, чтобы это пошло, по большому счету, надо создать нормальные условия для бизнеса. И тогда это закрутится, потому что здесь как раз... Хорошее слово прозвучало, и тогда это закрутится. И я сейчас просто опять вспомнил о том, что, о чем говорим, наверное, каждую передачу, да, это как раз взаимоотношение российского государства с бизнесом, да, ему надо создавать условия для того, чтобы этот бизнес работал, и вот оно... На то же государство. Вот это круто, совершенно верно, совершенно верно. Здесь получается небольшой разрыв, но получается, что государство надо доказать, что бизнес хочет... Потому что считается, что вроде бы, там, просто делать хорошее дело, это правильно, а делать хорошее дело и зарабатывать при этом деньги, это уже как-то... Как-то что-то здесь... А тем более, когда мы, да, говорим о медицине, всегда это вот немножко режет слуга, да, медицина... На людях деньги... Да-да-да, это благородное занятие, да еще как-то можно на этом деньги зарабатывать. Вот, а в принципе можно, как мы это уже обсуждали, и по большому счету здесь довольно легко разделяются две составляющие, технологическое и экспертно-медицинское, поэтому люди там, ну, немного понимающие в медицине, могут обеспечить технологическую составляющую, дальше уже есть программы, которые все-таки некий опыт медицинский, условно говоря, превратили в программный код для предварительного анализа информации, а дальше уже ноу-хау конкретной клиники, конкретного госпиталя, который с этой информацией работает. Так что вот в этом направлении мы и будем двигаться, и я надеюсь, что перспективы неплохие. Смотрите, Алексей, всегда, ну, наверное, да, все же такой, если не режет слух, то настораживает слово ноу-хау, то есть действительно обстоятельства складываются таким образом, что это должна быть разработка каждого конкретного участника мероприятия, или все же, да? Ну, когда я сказал ноу-хау, я имел в виду все-таки медицинское ноу-хау, потому что с точки зрения технологической, ну, по большому счету, там, любая высокотехнологичная компания может это сделать. То есть это не есть же, это некий прорыв какой-то. Нет, ноу-хау именно медицинское, а вот в медицинском я все-таки думаю, что оно существует, потому что вот там хороший, там, профессор, там, хороший специалист, у него действительно есть ноу-хау, но он поэтому и хороший. С точки зрения технологии здесь немножко другое ноу-хау, то есть это как раз возможность, как бы, не знаю, индустриализировать свои знания. Именно так, именно так. Более того, индустриализировать, поставить на поток, если хотите, в хорошем смысле слова, да, чтобы это не было в каждом конкретном примере неким достижением, да, ну, вот, исключительным достижением. Сейчас там модно про советские времена говорить. На самом деле же помните, мы же делали много интересных, хороших вещей, но все они были уникальны. И как только это надо было поставить на массовое производство, довольно часто возникают проблемы. То есть об уникальности мы все время повторяли, да, но, к сожалению, эту уникальность видели очень ограниченное количество наших сограждан. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алексей, Алексей, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. День добрый. Я бы хотел вашего гостя сориентировать вот на какой момент, как он смотрит, неоднократно прозвучала информация о том, что государственные деньги, государственные деньги. А заинтересовано ли государство вкладывать деньги в технологию, которая даст увеличение продолжительности жизни и тем самым удаст увеличение продолжительности пенсионного обеспечения людей на пенсии, продолжительность жизни. И тем самым увеличит пенсионный фонд. Спасибо, Алексей. Хороший вопрос. И тем самым, да, расходы государства, да, на этого человека, которого мы вылечили, возрастут. Да, да, да. Алексей, вы циник, я вам хочу сказать. Да, может, как-то все циничнее. Ну, слушай вашу программу, у вас кого научился. Спасибо огромное. Спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, все циничнее и циничнее. Ну, так уж, если совсем абстрактно, вы правы. Но с точки зрения того самого там пациента, ну, наверное, все-таки, ну, если серьезно говорить, конечно, да. Смысл, ну, с другой стороны, увеличение пенсионного возраста, не дай бог, конечно, об этом сказать в прямом эфире, но кто знает, если вдруг люди будут дольше работать. Не, вопрос жизненный, но вот, к сожалению, на него ответ тоже жизненный. Ну, да, здесь сложно, наверняка, да, некую экономическую целесообразность просчитать, потому что, с одной стороны, опять, если быть, ну, или обсуждать это в русле цинизма некого, да, с одной стороны, человек, он, как бы, имеет трудоспособный возраст свой, да, и он зарабатывает некие, вот цифры, которые вам были сегодня озвучены, да, в ВОЗ, он же не с потолка это берет, он зарабатывает некую. Ну, давайте мы на это посмотрим немножко с другого ракурса, сейчас же у нас все люди моложе 67-го года работают, там, так или иначе, с накопительной пенсией, да, человек, уже часть пенсии, там, наверное, дальше это как-то будет меняться, то есть он, чем лучше работает, тем он там, условно говоря, наверное, когда-то будет себе больше на пенсию заработать. Ну, по крайней мере, на это надеясь. — Соответственно, если он это делает, что называется, с удовольствием и здоровый, да, почему бы ему потом, собственно говоря, плодами своего труда подольше не попользоваться? — Совершенно верно. — То есть надо позитив, я думаю, искать, но, к сожалению, да, есть такой... — Наверное, да. Еще один есть звонок, давайте послушаем. Игорь, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Добрый день. У меня такой вопросик по поводу дальнейшего развития той системы, которую вот сейчас осуждается. То есть если, условно говоря, можно дома сделать приборчик, который будет измерять там какие-то твои необходимые показатели, то ведь можно же написать какую-то там программку, которая будет в компьютере. И, условно говоря, у вас будет лично доктор дома. — Так. Вы наверняка в теме, Игорь, да? Вы занимаетесь программированием? — Ну, раньше, сейчас уже от тем отошел. — Я понял. Хорошо, спасибо за вопрос. — Ну, да, оно ровно так и происходит. — Программка действительно написана, потому что сейчас, как я говорил, речь идет не только о том, чтобы собрать информацию, ее еще и предварительно проанализировать и выявить какие-то, вот, не знаю, алгоритмизуемые неправильные сочетания параметров. — Ну, по сути, это и есть тот самый аналог доктора. — Да, это тот самый доктор, только он сидит не дома, а в дата-центре где-то. — Совершенно верно. И он не живой, да, как-то. — Да, вы, Игорь, абсолютно правы. В этом-то, собственно, и идея. То есть как можно больше объем работы и времени попытаться все-таки формализовать. А формализовать, значит, запрограммировать. — Ну, и это... — Да, да, это ровно то, что происходит. — Это работает в этом направлении? — Да, 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 совершенно верно подмечено. — И у меня вопрос, опять-таки, о том, о чем мы говорили уже. Алексей, смотрите, мы сегодня три направления, и вы объяснили, по какой причине именно они наиболее актуальны сейчас. Обсуждали, да, это кардиология, это... — И диатрия, и диабет. — Диабет, да, и педиатрия. А расширить этот перечень, ну, со временем с каким-то, да, есть возможность и есть ли необходимость? — Вопрос в том, действительно, насколько это приживется, потому что, если опять посмотреть на ту же самую Европу, там больше. Там практически все хронические заболевания, там посттравматические периоды, то есть есть, ну, все зависит от того, пойдет ли тема или нет. Если это действительно будет удобно, доступно, конечно, расширяется. Там порядка 12-15 направлений. — А есть вообще заболевания, ну, сейчас навскидку, если вы вспомните, или представите, которые невозможно таким образом мониторить? — То есть, что называется, новые технологии не придут на выручку нам в этом деле. — Сложно сказать. Мне просто сразу в голову приходит уровень заболеваний, потому что на определенном уровне тебе действительно надо лежать обложенным этими датчиками, да. А так получается, что, наверное, нет, потому что так или иначе любое заболевание — это кровь, давление и кислород в организме, да, так или иначе. Или там состояние, там, зрительных органов, например. — И все это можно мониторить. — Все это можно мониторить, поэтому довольно сложность. Слух тот же самый тоже можно мониторить. Я знаю, что в Германии у них тоже тема развивается, когда пожилым людям делают датчики, и идет сигнал, и человек упал, то есть, если резкое перемещение пришло, то сразу идет. То есть, настолько разнообразна возможность применения технологий, что я вот так сходу не скажу, где бы это ни помогало. — Я понял. Ну, хорошо, что же это достаточно оптимистично звучит. Осталось у нас немножко времени. Ну, если не помечтаем, то давайте все же представим, да, как будет в России развиваться при, что называется, при позитивном взгляде, да, со стороны того, о котором мы сегодня говорили. Со стороны государства прежде всего, да, со стороны медицинского сообщества в том числе, может быть, да, при... — Со стороны того, кого нельзя называть. — Да, да, да. — Значит, ну, думаю, что оно все-таки должно развиваться. Видится, что будут некие региональные центры из-за той же самой нашей географии, в которых есть и достаточно вычислительные мощности, и достаточно квалифицированных специалистов медицинских. Дальше это, вот как написано в программе здравоохранения, может спокойно совершенно объединяться в единое информационное пространство. Опять же, идея в том, что если у вас есть, условно говоря, там, областной уровень, попала какая-то информация, там доктор не может что-то, так сказать, в чем-то сомневается, он может идти дальше. То есть эти уровни, и дойти там до какого-то там консилиума, не знаю, два профессора в России, это знают. Это тоже можно выстраивать, эту пирамиду, и, опять же, оптимизируется работа и этих высоко квалифицированных товарищей, потому что к ним обращаются только, когда они сняты работы. С точки зрения приборов, сами знаете, там можно мерить там все больше и больше. — Совершенно верно, да. — Опять же, связь развивается, это означает, что все больше и больше мест будет, где можно этим пользоваться. — Так что все в наших руках. — Все будет хорошо, да. — Спасибо, Алексей, Алексей Тоскин, генеральный директор T-System, был сегодня в бизнес-классе. Спасибо, Алексей. — Спасибо, Олег, спасибо. — Спасибо за внимание, успехов в бизнесе, до свидания.